Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 февраля и сегодня у меня первый полив томатов, который я посеяла 26 января. То есть на 10 дней после посева я первый раз поливаю вот эти томаты. Как я уже говорила, какие-то из них зашли очень быстро. Вот эти вот они уже большие, королевские, подарочные. Такие-то взошли попозже. Вот еще клуша вылазит, здесь вылазит еще демидов. Один сорт русские колокола вообще не появился. Остальные появились дружно, но все равно они появились по-разному. Какой-то позже, какой-то раньше, какой-то еще вылазит, просыпается. Но дело в том, что я уже говорила, что когда бы они хоть на второй, хоть на третий день вылезли, я их не поливала до сегодняшнего дня. То есть при посеве сверху я полив не делала. И в течение этого времени я их не поливала. Я показывала, что делала легкое опрыскивание. Вот такой вот, сейчас скажу. Вот из такой брызгалки я их опрыскивала, все. Но только верхний слой. И сегодня, подойдя к лотку, я увидела, что почва совсем сухая. Вот перцы, посеянные в этот же день, я вам сейчас покажу. Я уже вот так и пальцем всяко проверила. Но вообще все высохло. Я поняла, что пора поливать. Это произошло у меня на 10-й день. Вот сейчас перцы тоже буду поливать. Но расскажу на примере томатов. Потому что я их уже полила, чтобы вам было видно, как я делаю полив. Полив вот этих ранних, ранних, молодых совсем сходов. Первый полив очень важен. Как и важен весь режим полива. Я вот сегодня уже говорила, что не переливать. Одно из самых, это золотое правило, не переливать, не перекармливать рассаду. Все. Мы поняли, что не переливать. И самый первый полив должен быть, главное условие, не обильным. Вы видите, что у меня весь лоток сплошную не полит. Как я говорила, что я сейчас вам покажу. Я стараюсь под корень. Но тут видите, тут неудобно, надо выдергивать. Я одной рукой не могу вам показать. Но я вам покажу, что я лью вот так вот под корень. Именно под корень. По тому месту, где растут растения. Междурядия стараюсь не смачивать, чтобы в сплошную не было сырости. Сырость не нужно разводить. И вот это первое условие, что полив должен быть не обильный. И если у вас есть возможность, то лейте под корень. Не нужно лить на эти... На листики. Это вот второе условие. Сверху желательно, самую раннюю, вот самый первый полив не делать. Потому что у многих наливают, вот здесь скапливаются капельки. Температура холодная. И листики иногда подгнивают. И вот эта вот самая верхушечка, откуда лезет листик, она портится, загнивает. Люди понять не могут, что случилось. А оказывается, там просто сырость остается. Вот, значит, первое, полив не обильный, первое условие. Второе условие, полив желательно под корень. Лучше всего обязательно делать под корень. И второе, это, конечно, вода должна быть теплой. Если она у вас водопроводная, то лучше ее отстаивать. Вот у меня не водопроводная, у нас как из-под земли, как называется, артезианская скважина, что ли. Я просто ее, ну как, теплую беру, не отстаиваю ничего. И я всегда поливаю не простой водой, а именно вот какими-то любыми препаратами, дезинфицирующими, особенно на первом этапе. Вот у меня вот такой розовый раствор марканцовки. Может быть слабый раствор фитоспорина вот для полива. При ранних посевах, вот особенно сейчас февраль, начало марта, когда у них условия и так не очень благоприятные для роста, это все-таки не улица, им всего не хватает. Лучше всего использовать дезинфицирующий. Я знаю, что многие вот опытные огородники поливают всегда, весь период выращивания рассады поливают именно раствором марканцовки. Вот слабым-слабым, бледно-розовым, который еле видимый. Все, если вот эти три условия полива вы будете соблюдать, то рассада будет и здоровая, потому что тут постоянно дезинфекция, вы у корней будете дезинфекцию проводить, и увлажненная в меру. Следующий полив будет через 7 или через 10 дней. Не расстраивайтесь, не бойтесь, что она у вас не хватит влаги, что она у вас засохнет, она не засохнет. Вы видите, они очень маленькие, им нужно немножко-немножко всего влаги, им даже лучше, чтобы чуть было меньше, чем больше. Главное нам не развести сырость, не испортить корешки. Просили показать, какие сорта вылезли, какие не вылезли, но пока я собиралась, и, короче, вылезли уже теперь все. Но видите, какая разница? Вот это госпожа удача, которая низкорослая, а вот это вот подарочный, вот посеянный в один день, и просто они разные по характеристикам, эти уже вот такие, а эти вот такие. Но почему-то у меня пока не вышел русские колокола сорт. Вот тоже интересно. Выращивались томаты в одних условиях, собраны семена по одной технологии, посадила в один лоток, в одинаковый грунт, и стоят обратно же при одной и той же температуре. И вот один сорт не вышел. Почему? Ну, это загадка природы называется. Все, про первый полив я вам рассказала. И вот в дальнейшем, я уже не буду показывать, конечно, второй или третий, пока рассада вот такая маленькая, все дальнейшие поливы должны быть такими же. Теплая вода и не обильный. Это не значит, что вот некоторые говорят, что поливы должны быть редкие, но обильные. Я понимаю, но многие воспринимают слово обильный, это значит взять лейку и вот так налить до тех пор, пока из дырок не потечет вода. Вода из дырок, вот из этих, из дренажных отверстий лотка вообще не должна течь, потому что мы должны увлажнять в меру. Да, полив должен быть обильный, то есть не должно хватить на неделю. Но опять же в меру, соблюдайте меру, если у вас течет вода, даже вот из этих, из дырочек внизу на дне, это уже значит идет перелив, возможно. Или может быть, бывает еще иногда такая земля сухая, что вода не впитывается в ком, а уходит вот сюда вот, ну, в щели, и уходит через дырки. Это все нюансы, но все самое основное я вам рассказала. Необильный, под корень, а не на листья, и теплая вода. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это самая-самая первая ранняя рассада, ухаживаем за ней особенно тщательно и соблюдаем все-все правила, вот эти рекомендации, которые нам специалисты говорят. Субтитры сделал DimaTorzok